Не воин, но созидатель-изберегатель. Таким, по задумке автора, уличного художника, предстанет средневековый русский рыцарь Святой Александр Невский на новой работе фестиваля стрит-арта «Стенография» в Екатеринбурге. В этой работе я как раз-таки хотел сделать акцент на такую, скажем так, созидательную часть. Мне не хотелось показывать чрезмерное воинствующее такое начало, хотя оно, безусловно, присутствует уже в такой суровой стилистике. Но мне хотелось сделать Александра Невского, оберегающего наше духовное и культурное пространство. И как раз-таки оно изображено в виде образа храма, церкви, такой древнерусской. Кирилл Ведерников не случайно обратился к образу Александра Невского. Великий князь времен татаро-монгольского иго и крестовых походов на Русь дольше всего княж жил именно в городе Владимире, откуда родом и 33-летний художник. Кроме того, по словам Кирилла, и судя по его предыдущим художественным высказываниям, ему близки исторические и мифологические мотивы. Я приехал из города Вязники, это Владимирская область. В этом году я делаю работу совместно со стенографией и Екатерининским обществом, работу, посвященную Александру Невскому. Этот проект имеет очень долгую историю, потому что в городе, по-моему, в 2020 году появилось не совсем корректное и не совсем вписывающееся в городское пространство изображение Александра Невского. И в 2022 году мы решили со стенографией как раз-таки сделать изображение, посвященное именно Александру Невскому, скажем так, в более серьезной интерпретации, вписать ее в городское пространство, ну, скажем так, серьезно поработать с этой темой. Новый мурал с изображением Александра Невского вскоре появится на стене дома номер 11 в университетском переулке у ворот Новотихвинского женского монастыря. Именно в этом монастыре, в Зеленой Роще, расположен, возможно, одна из самых красивых православных церквей на Среднем Урале – собор Александра Невского. Построенный в середине XIX века по проекту архитектора Михаила Малахова, этот Екатеринбургский храм знавал больше всего святых. Здесь в разные годы молились святитель Иннокентий Московский по пути с Камчатки в Москву. Здесь служил божественную литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский. Здесь какое-то время при советской власти хранились мощи святого праведника Симеона Верхотурского, возможно, самого чтимого святого на Урале в Сибири. Будучи возвращенным церкви, этот собор пережил возможные самых бережных реставраций и обрел такое красивое внутреннее пространство, какого не имел, возможно, со дня своей постройки. Используя в своей работе приемы древней иконописи, русского авангарда, истоки которого в той же русской иконописи, и так называемого сурового стиля популярного у уральских художников прошлого века, Ведерников, по его словам, старался, чтобы его мурал не выглядел чужеродно в этом месте. И я считаю, что через современное искусство, современное-современное искусство, оно как раз-таки мы должны показать вот эту нашу идентичность в хорошем смысле этого слова, а не как бы не перегибать в плакатные какие-то высказывания. Хочется, чтобы искусство было и созерцательным в том числе, чтобы люди могли просматривать, посмотреть, посозерцать.